Девушки отдыхают Девушки отдыхают Огромное спасибо Но для тех, кто останется здесь, тоже есть хорошая новость Например, выходит Терминатор Круто! Это уже есть трейлер официальный Вот ты говоришь круто, ты на самом деле смотрела Терминатор? Конечно же я смотрела Терминатор, это вообще культовый фильм Дело в том, что вот как начиная с детства Ты смотришь, как менялся сам Шварценеггер Вот сейчас как тебе Шварц? Не составил? Ну, конечно, он стал еще более красивым, как мне кажется. Ну, честно говоря, мне на этот фильм немножечко все равно. Все равно? Да, я не фанат «Терминатора». Потому что ты не вырос на нем. Нет, я смотрел в детстве, как не смотрел. Просто мой друг и коллега Андрей Бабуриза, он вообще фанат. Поэтому он сегодня бегал вот с такими глазами, говорил, видел трейлер? Я такой, ну да, спасибо. Слушай, ну я тоже не видела, но фильм обязательно пойду смотреть. Это вот как «Я, муж, сын» как такое семейное времяпрепровождение. Мне кажется, совершенно удачный фильм для того, чтобы сходить всей семьей. Ну, а давай сейчас покажем, куда могут сходить наши телезрители. Афиша прямо сейчас. Это пещера чудес. Принеси мне лампу. Дисней продолжает экранизировать свои мультхиты. «Книга джунглей», «Дамбо» и вот на экраны выходит «Аладдин». За постановку отвечает Гай Ричи, то есть экшена будет в избытке. Любимые герои, песни, которых здесь очень много. В общем, ностальгия в полном ее проявлении. Отзывы на фильм пока только положительные. На этих выходных есть возможность покататься на коньках. По традиции это «Арена Север». Катание там стартует в 17.30. Стоимость одного взрослого билета 200 рублей, детского 100. На каждый сеанс, который длится час, приобретается отдельный билет. Стоимость проката коньков 150 рублей на весь вечер. В «Кристалл-арене» катание в эти выходные не будет из-за отключения воды. В эти выходные в парке Каменко пройдет уже пятый фестиваль «Мамс-базар». Это пространство для мам с детьми. Будет куча фотолокаций. Можно купить товары ручной работы для малышей. От игрушек до эксклюзивной одежды. Тут же будут продаваться товары для красоты. Исключительно органические. Для малышей работает детский театр «Эти дети». Малыши малышам будут читать стихи и петь песни. Если проголодаетесь, работает большой фудкорт. Можно перекусить на поляне. Поэтому берите пледы и коврики. Обещают, будет тепло и вкусно. Я не виновен. Неужели ты поверила в эту чушь? «Красивый, плохой, злой» — это история процесса на одним из самых известных маньяков Америки. Закэфран, чье амплуа в Голливуде было мускулистой, красавчик и не более, здесь показывает, что он действительно талантливый актер. Фильм атмосферный и основан на реальных событиях. Это секретный проект Джеймса Ганна, который снял «Стражи галактики». Но здесь он выступил только в роли продюсера. Гори-гори ясно — это вольная интерпретация истории Супермена. А что, если мальчик-пришелец со сверхспособностями обозлился на окружающих и стал плохишом? Насколько? На рейтинг 16+. Многое произошло с тех пор, как я уехал из Техаса. Ядовитая Роза — темная лошадка этой недели. С одной стороны, именитые актеры Траволта и Фримен, а с другой, за последние несколько лет ярких проектов у них не было. Может, Роза поможет? В воскресенье от Площади мира стартует элегантный велопарад. Среди тех, кто будет придерживаться заявленного дресс-кода, проведут конкурс на самый интересный костюм и необычный велосипед. Обещают подарки победителям. В 10 утра стартует детский заезд, через 15 минут основная колонна. В конце участникам велопарада вручат сувениры. Впрочем, если вы не велосипедист, все равно берите информацию на заметку. В это время будет меняться схема движения. Перекроют Мира и Карла Маркса. Автобусы тоже поедут по параллельным улицам. Вечер выходных рекомендуем провести, гуляя по набережной и любуясь достопримечательностями. Например, в субботу будет работать речной фонтан около острова Посадной с 7 до 11 вечера. А если далее прогуляться до музейного центра, то можно посмотреть, как играет подсветка Вантового моста. В 22 и 23.00 можно увидеть светомузыкальное шоу. Оно длится 5 минут. Информируем заранее, чтобы успели купить билет. В Красноярске пройдет хоррор-концерт. Зрители увидят фильм о Дракуле «Носферату. Симфония ужаса». Это классика немецкого немого кино и первая в мире экранизация романа о Дракуле. А популяризатор немого кино, пианист Штефан фон Ботмер, играет современную фортепианную музыку, которая не просто озвучит немое кино, а будто оживит персонажей. А еще жарьте шашлыки, гуляйте в гремячей гриве, смотрите новые спектакли и покупайте билеты на хорошие концерты. Заходите на сайт «Город Прима», открывайте календарь-афишу и выбирайте, куда и в какой день сходить. Афиша устроена как большой ежедневник. Планируйте нескучные выходные с сайтом «Город Прима». Ну а в нашем кафе появился гость Гоша Борода, звезда зажигания на радио «Красноярск». Главный. Гоша, привет. Привет. У тебя был день рождения? Да, все правильно. 31 мая. Да, амбре. Нет, на самом деле он зашел и просто такой аромат его парфюма распространился. Да, я пью духи. Комплимент. Алкоголик. Духоголик. Слушай, чего тебе пожелали? Нифига себе-то, ну много всего желали. Но в основном здоровья, мне же уже 35. Чем больше к 40, тем все говорят здоровье и чаще добавляют, да это главное. А ты сам себе чего желаешь? Я? Ну, удачи, здоровья, денег. Мы тебе тоже тогда. Я буду банальным. Мы не зря позвали сегодня Гошу, на самом деле сегодня закрытие сезона стендапа. А стендап, как вы знаете, в стендапе Гоша Борода, я скажу, король красноярска. Главный. Да, потому что даже Илья Соболев, ну давай не скромничай, даже Илья Соболев, который сейчас там звездит на камеди, наш красноярский чувак, он назвал Гошу лучшим сибирским комиком. Это правда. Вот. Расскажи, что сегодня будет, где и как туда попасть. Да, начнется это через 25 минут. Так, ты видишь, что он волнуется? Меня ждет машина. В общем, да, начнется это вот в 8 вечера, юмор-барсторис, свободный 28-а, будут выступать ребята из Красноярска, из Новосибирска, тоже приедут комики. В общем, будет такая плотненькая программа, часа на полтора. Вот, хороших шуток, надеюсь. Приходите все. Ну, слушай, Гош, обычно вы там шутите на радио, сейчас ты на телеке. Да. Такой серьезный сидишь, важный. Скажи, где сложнее выступать? Да он просто, во-первых... Ты меня назвал королем стендапа. Я такая... На самом деле, где сложнее шутить? На сцене, в телевизоре или на радио? Ну, это разные вообще стихии, потому что на радио есть большой плюс, тебя никто не видит. Твои глаза. Да, твои глаза что-то делают, что можешь, не знаю, как-то коммуницировать с коллегами, со своими незрима там как-то что-то, о чем-то договариваться по ходу пьесы. Но это сложнее на живом зрителе, когда вот народ видит, что здесь и сейчас это все происходит. Сложнее всего импровизировать. Когда ты выступаешь, тебе кто-нибудь из зала что-нибудь выкрикивает. Да, Гоша, кстати, бывают такие моменты, когда ты понимаешь, зал холодный. Ну, вот пришли какие-то люди, не твои друзья, да, купили билеты, хотели развлечься, и вдруг ты не попадаешь, не резонируешь с ними. Что делать? Ну, у каждого комика есть набор шуток, таких, так скажем, качевых, которые есть в запасе. Можно рассказать какие-нибудь болты такие проверенные, которые уж точно работают. Ну, если нет, то... Если не про погоду, то про что? Если не про погоду? Да. Да, блин, ну, очень много шуток на разные темы есть. Да, насчет себя, на самом деле, я шучу насчет себя, ну, в смысле, про себя. Ну, в последнее время ты про семью, да. Да, ну, это вот второй сольник, это прям тема у меня такая была. Вот сейчас я поеду читать, я буду шутить про период разгульства до брака. У меня будет шутка, будет шутка про навигаторы, про блаблакар, про двойников Путина буду шутить. Опасно, опасно. Слушай, мы сказали про площадки, где ты выступаешь. С недавних пор ты начал выкладывать видео на YouTube, и вот твой, по-моему, первый сольный концерт чуть ли не полмиллиона просмотров, да, уже набрал? Ну, не полмиллиона, ну, там больше трехсот тысяч. Да. Это новый сектор твой? Слушай, я на самом деле не строю никаких планов грандиозных. Я знаю, что если нужно заниматься YouTube-каналом, это нужно делать постоянно, периодически, то что-то выкладывать, какой-то новый контент. А он у меня появляется нечасто, потому что я, ну, не хочу выкладывать, так скажем, не обкатанный какой-то материал, непроверенный. Типа вот, вот у меня каждую неделю там по 10-15 минут. Поэтому я год работаю над материалом, делаю концерт, вот у меня пока такая схема. Что будет дальше, я не знаю. Смотри, вот последний концерт сезона, тогда, когда выступают много, да, стендаперов, что будет потом? Ты возьмешь тоже паузу, каникулы? У нас потом еще будет закрытие вечера хорошего настроения, 7 и 8 июня мы закрываем сезон. Потом будет у нас концерт в Абакане. Короче, много на самом деле концертов, но вот именно, что касается проектов, да, мы закрываем сезон стендапа сегодня, закрываем 7 и 8 июня ВХ. И в творческом отпуске находимся до начала сентября. А так различные мероприятия, там в театре на крыше мы будем летом выступать и так далее. То есть концерты будут, но... То есть, в принципе, ты не уезжаешь никуда, ты в городе, ты будешь так же продолжать работать, веселить нас? Не, ну я уезжаю отдыхать, вот, в Ужур, это вряд ли отдых, но... Не, ну я, у меня будет отпуск в июле. На тему уезжать как раз у меня был вопрос, вот мы, и в том числе, там, фанаты твоего юмора, такие есть в Красноярске, часто задаются вопросы. Ты был вообще, по-честному скажи, ты был? Честно, на всех сольных, я их потом еще на Ютьюбе пересматривал, я честно говорю. Нет, ну на Ютьюбе это другое, а вживую. А вживую тоже. Я там даже где-то свой ржач слышал на Ютьюбе над его шуткой. Да, были моменты, где просто один ржач Давида, и все. Да, полчаса, да, полчаса, да, там еще выступление часа. И гласай меня, это же громко смеешься. И вопрос такой, мы часто обсуждаем, что ты здесь действительно собираешь всегда полные залы, почему ты не идешь дальше? Или идешь и не получается, почему не получается там? Почему ты не уезжаешь в столицу, да? Смотрите, почему я не уезжаю в столицу? У меня есть семья, и я считаю, что, ну, переехать одному, готовить какой-то плацдарм, а его не получится подготовить там за два дня, да даже за два месяца не получится подготовить. Я не могу себе позволить такое долгое расставание с семьей. Перевозить семью в менее комфортные условия я не хочу. То есть нужно иметь какую-то базу уже зрительскую там. Ну, что, собственно, я там пытаюсь сделать, выкладывая на Ютьюб видео и как-то анонсирую свои, получается, выступления по всей стране. Ну, что из этого дальше будет, я загадывать не хочу. Ну, а переезжать просто, ну, просто так, на голое место, без какой-то базы, без... То есть не рискнешь? Нет, не рискнуешь. Но попытки же ты делаешь какие-то, ездишь на фестивали разные? Ну, да, на фестиваль ездишь, да? Ну, это такая развлакция. Поехал, выступил, выиграл что-то, приехал, да? Да, я езжу там на Манимайкер в различные города. Но это больше обкатка своего материала тоже на зрителях другого города. Всегда приятно выступать, во-первых, на аудиторию, которая вообще тебя не знает. И тут ты можешь, ну, понять, чего ты на самом деле стоишь без фанатской вот этой вот базы. Потому что многие комики, имея большую фанатскую базу, у них замыливается глаз на фанатах, потому что они, когда выступают, там, ну, хавают все, чтобы они не сказали. Прикольно приехать в какой-нибудь маленький город, где тебя никто не знает, и выступить с материалом, ну, и понять. И стать открытием, да, для них? Ну, да. Ну, вот пока удается. Но вот в плане Москвы на фестивале, да, прикольный опыт был. В комедий-баттле был опыт похуже, но вот все-таки был, да. Но это все равно опыт, из которого ты выносишь какой-то урок и понимаешь. Так, что мне психологи говорят. Вообще, зачем ты это делаешь? Я же коуч. Зачем ты вообще это делаешь? Зачем ты выходишь на сцену? Да. Ты зарабатываешь этим деньги, или ты получаешь кайф от этого, или это вся твоя жизнь вообще? Ну, да, это все вместе. Ну, я юмором занимаюсь профессионально, то есть зарабатываю на этом деньги с 2006 года, прикинь. О, боже. Да, много. Тринадцать лет, да. Это когда открылся впервые у нас филиал Comedy Club региональный. Вот там я выступал три года, потом организовал свой проект, и потом стендап. Ну, ты профи, да, это понятно. Так все пошли. Ну, я не назвал бы себя профи. Я мне... Ну, надо долго все равно... А кто для тебя профи? Давай топ-3 для тебя комика в России прямо сейчас? И будет ли какой-то реверанс в сторону Соболева? Комика именно российских? Да. Не важно, ТНТшные или нет, не важно, да? Да, вообще не важно. Которых более-менее знает аудитория. Так, интересные. Он все-таки на СТС выходил. А то, знаешь, там у Дудя называют рэперов, которых я вообще в принципе не знаю. Но, что касается Соболя, мне очень нравится, как он импровизирует. Я считаю, он лучший импровизатор в стране у нас. Я бы на его месте вообще только импровизацией его и занимался. Мне очень нравятся отыгрыши Расула Чабдарова. Это комик ТНТ. Мне нравится еще делать Леха Чербаков из ТНТ. Из ТНТ. Вот. А из не ТНТшных нравится мне. Артур Чапарян, Серега Орлов. О, армяне. Ну, Орлов – это армянская фамилия. Чапарян. Слушай, ну вот ты назвал четыре фамилии. Скажи про КВН. У нас буквально полторы минуты остается. Блин. Он жив, мертв или что с ним сейчас происходит? Потому что аудитория... Да, он жив. Просто это модно стало говорить, что типа КВ намирает и все там плохо. Я не знаю. Я смотрю некоторые игры. Бывает время, когда я смотрю, и мне от некоторых вещей смешно. Мне кажется, он просто изменяется. И об этом говорят те люди, которые давным-давно... Знаешь, когда вот... Ну, раньше было там все зеленее, там небо голубее и так далее. Да, потому что молодость у тебя раньше была, вот и все. Ты по ней скучаешь, по сути. Слушай, быстро скажу, спрошу вот что. Сейчас мы будем смотреть сюжет, как Юля Жарова сходила на светское мероприятие в собачьей шапке. Тебя часто вообще приглашают не выступать не ведущим, а именно как гости на такие светские мероприятия. Я тебя, честно сказать, не видела ни разу. Ну, видишь, я не гламурный человек. Вот, я уже прихожу пьяный. Не, шучу. Да, не, ну иногда бывает. В смысле шучу? В смысле шучу? Не, иногда, ну бывает, завод, но не так часто. А я не скажу, что мне этого хотелось бы. Вот, 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 вот. Почему? Ты считаешь, что там не искренний, не настоящий ярмарка тщеславия? Не, а я, ну, зачастую я не вижу смысла тратить свое время на просто, чтобы с людьми постучаться. Если мне нужно встречаться с какими-то людьми, я позвоню с ними и встречусь. Ты понимаешь, что это работа? Ходить на мероприятия – это работа, в том числе и твоя. Хочешь быть звездой – да, ты должен быть там. Ты должны видеть. Я считаю, что моя работа – это на сцене я себя показываю. Вот это работа, а это так. Ладно, когда ты растешь, тогда ты поймешь, что нужно быть и там тоже. А я считаю, что он дорожно всего. Это был Гоша Борода, спасибо, что к нам пришел. Я напоминаю, что сейчас, прямо сейчас вы можете успеть на его концерт. Еще раз напомню, где и когда, и можешь попрощаться с нашим телезрителем. Через 15 минут, ну я думаю, через 25 мы начнем. Но я выступаю, кстати, не сначала, меня будут, наверное, в конце ближе ставить. Я, это свободный 28а, юмор-бар-сторис. Гоша, хорошего тебе выступления. Спасибо. Много-много аплодисментов и классных выходных. Спасибо. Ну что, давайте переанонсирую, как Юля сходила на премию собаки. Да, на зубастую премию. Как раз там была звезда Тутта Ларсон, звезда MTV в свое время. А наша Юля Жарова в шапке из собаки побывала на светском рауте и первой разнюхала имена финалистов народного голосования. Все по чесноку, без накруток и никак, как у Алсу. Дорогие друзья, я сейчас присутствую на светском событии. Топ-30 самых известных людей Красноярска. Муголь сейчас не так много в нашем городе проходит. Дресс-код, креатив-коктейль. Надеюсь, что я соответствую. В руках у меня безалкогольный коктейль со смородиной, потому что я на работе. Итак, начинаем. Самые светские дамы этого раута. Как у вас настроение? Как вы готовились к номинации? Мы с утра на съемках, а вечером уже на собачке. Я голову помыла. Все. Волнуешься? Нет, я уже выпил, у меня уже нет волнения. Все. А за что номинировано, расскажи. Номинирована команда «Зеленого», как самая аккреативная команда города. На самом деле, там такие все хорошие номинанты, что мы хорошие, они хорошие. Хрен знает, кто победит. Не, ну просвети всех, пожалуйста. Я понимаю, что инстаграм очень важен, но креатив коктейль. Я так и умру, не узнаю, что это такое. Сейчас, подожди. На мне платье, жакет и топ нашего бренда. Также украшения сделаны нами. Я всегда хожу только в одежде своего бренда. Вы номинированы? Да, я в номинации. В номинации «Мода». То есть в этом году оно более масштабное, оно в этом году более грандиозное. Очень много людей и сразу из сферы области. Это и медицина, политика. Но дорогое удовольствие, а все-таки гламурнее. Ну, это и есть дорогое удовольствие. Это журнал «Собака», это журнал о людях, это журнал о жизни города. И у рыси, да, это тоже светская львица. Вы номинируетесь в журнале «Собака». Вы же рысы. Вы не прошли по кастингу. Правильно, наверное, говорят, что мы все в некотором смысле городские сумасшедшие. И пусть нас будет больше. А сегодняшнее событие как тебе? Хватит тратить пленку, пленку. Хватит тратить, дорогая пленка. Все. Самый большой сюрприз мы готовим нашим зрителям на самой церемонии. У нас будет замечательная музыкальная программа от Александра Назарова, известного даже как Ян Эмо. И, конечно же, звезда нашего вечера Тута Ларсон. Для меня это, в принципе, такой обмен энергии. Это терапевтическое для меня воздействие. Я прикасаюсь к этим талантливым, умным, интересным людям. И меня это очень сильно вдохновляет, питает и мою веру в человека поддерживает. Я очень рад, что журнал «Собака» сделали народное голосование, а не какое-то субъективное голосование членов жюри. Мы дали вот такую красивую красную собаку. Статуэтку я обязательно поставлю, найду дома место. Ну и, конечно же, вот такую красивую почетную грамоту. То есть, если что-то изменится после этого? Посмотрим, но пока только что 11 подписчиков добавилось. Всего лишь 11. Видимо, это те, кто с зала. Рыдают мамы и бабушки. В школах начались последние звонки. А Илья Сосновский отправился проверять уроки и спрашивать, хорошо ли вы учили стихи в школе. Вспоминайте пока, что было дальше после «Люблю грозу» в начале мая. И я пришел к тебе с приветом. Юля жарит в своем стиле, да, даже на рауте. Лен, там такое понятие было. Креативный коктейль. Это Юля меня спрашивала на вечеринке, что такое креативный коктейль. Что это? А я ей не ответила, потому что я залипла в телефоне, я работала. Я же блогер. Блогер тот, кто ходит по мероприятиям с телефоном, снимает, выкладывает. В общем, креативный коктейль... Спасибо, что объяснила. Я не знал. Это смешение стилей. Когда ты берешь платье... Я, кстати, вот сейчас в том платье, в котором была там на мероприятии, это не креативный коктейль, это классика. А креативный коктейль, когда ты берешь, например, вечернее платье и под него надеваешь кроссовки. Засунув в свой ящик знаний, обязательно это понятие. Слушай, ну сегодня ты еще была в платье утром, потому что были последние звонки. И расскажем телезрителю, что сын Лены окончил девятый класс. Ходила ли ты и какие эмоции чувствовали? Я не ходила на последний звонок. Почему? Потому что, знаешь, бывает так, дети-подростки очень стесняются. Мы с ним ходили накануне по магазинам, собрали ему такой хороший классический лук с хорошей белой сорочкой, туфли. Все, ему все нравилось. Но он сказал, мам, ты только не ходи, пожалуйста, если это чувствовать неловко. Ну ты знаешь, нужно уважать мнение ребенка. В данном случае я ему позволила, пускай будет так. А вот когда уже будет вручение аттестатов, я обязательно приду. По-разному праздновали в школах красноярских последний звонок. Кто-то креативно, кто-то с мэром. Например, в лицее номер 6 сам директор, бывший руководитель управления образования, организовал флешмоб или, может быть, ему подсказали такую идею. Вот прямо сейчас можем посмотреть на экране, как это все происходило. Как ты к такому, Лена, относишься? А мне нравится. Мне реально очень нравится. Потому что учителя, они тоже очень творческие. Вот у них есть программа, когда им дают, говорят, вы обязательно должны вот это, вот это. А в душе вот такая молодость. Им точно так же хочется, не знаю, выразить себя. Скинуть с себя вот этот серьезный учительский образ, да, и потанцевать под скибеди. Замечательно. Я считаю, что пусть будет больше таких клипов, и нашим детям, и родителям, конечно же, школьные годы запомнятся. Ну, мы, кстати, сегодня собирали также фотографии наши с последних звонков. У меня просили продюсеры. У меня тоже просили, но у меня нет, потому что я из другого города. Я нашел, и стесняюсь, честно говоря. Сейчас это покажет, посмотри, какой у меня костюм. О, красавчик. По-моему, тот же самый, просто на три года младше. Это наша Маша Козлова, интернет-отдел. Классическая такая выпускница, конечно. Да, что коротенькая форма. А это кто, угадаете? Это Андрей Челка-Бабуридзе. Да, да, да. Это Миша Ленинцев, но не так давно поспал. А вот это вот Антон Попов. Посмотри на его галстук. Вот они уже здесь такие, смотри, взрослые прям мальчики, да, подспущенные, завязанные. А здесь Цыганову найдешь? Быстро сильно показывают. Сделали подсказку режиссера, да, приблизили. Это была Настя Цыганова. Перестаньте это повторять, пожалуйста. Красотка, Настя красотка, как обычно. Конечно. Вообще, я считаю, что дети, наши взрослые дети в школьной форме, они красивые. Конечно, это должно быть у нас так. Что у нас дальше? А, по поводу стихов из школьной программы. Только меня после сюжета не спрашивай, какие стихи я помню. Ты меня тоже не спрашивай, я знаю только один стих, и то армянский. А вот наш Илья Сосновский вышел на улицы города и решил спросить у горожан, помнят ли они какие-нибудь стихи из школьной программы. Давайте посмотрим, что из этого вышло. Всем привет! Учебный год подходит к концу, последние звонки, наоборот, начинаются. Поэтому сегодня мы проверим, что красноярцы помнят из школьной программы. Мороз и солнце, день чудесный. А вот это вот, помните, буря, мглою, небо кроет. Это Лермонтов, кажется, написал парусник. Нет, у меня-то написано Пушкин. Первый снег взглянул щенок и ничего понять не смог. Откуда столько белых мух явилось к нам во двор? Белеет парус одинокий. В тумане море голубом. Ночевала тучка золотая. Плохо помню. Мороз и солнце, день чудесный. Ну и дальше там все очень хорошо. Это мое любимое стихотворение. Да, класс. Вы знаете, что, честно говоря, вы меня сильно засмущали внезапно. О-хо-хо-хо-хо. Из школьной программы. Может быть, какие-то любимые были у вас? Да, из всей школьной программы я отдала предпочтение прозаическим произведениям. Я, может быть, все-таки стихотворение начну. Может быть, вы его вспомните, подхватите. Давайте попробуем. Я помню чудное... Чудное мгновение передо мной явилось ты, как певолётное видение, как гений чистой красоты. Белая черомаха под моим окном принакрылась снегом, точно серебром. На пушистых ветках снежной каймой распустились кисти белой бахрома. Дальше что-то я не помню. Я честных правил гражданина. Что-то там еще достаю широкий штейнг, да я сильно не помню. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как певолётное видение, как гений чистой красоты. Вы не поверите, это сегодня самое популярное стихотворение. Чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить, а потом всё думать, думать об одном, и день и ночь до новой встречи. Ну, вы знаете, конечно, что это за стихотворение. А даже если бы не знал, я бы не признался на камеру никогда. Она сказала «Поехали!» и полетела на параплане. Эксперимент редакции. Специалист интернет-отдела парит над городом и словами, а не буквами, рассказывает, как это смотреть на Красноярск с высоты в 300 метров. Спойлер. Страшно красиво. Бар Гуд Ньюс продолжает свою работу. Сегодня с вами мы, я Елена Попенко и Давид Абаджан. Но сегодня у нас более-менее спокойно, хотя планы были сделать Давиду массаж. Но тебе просто повезло, ты уезжаешь на каникулы, поэтому кто будет следующий? Подожди, планы были сделать массаж, и тебе повезло. Если вот не сделали, тогда уже повезло. Я, честно говоря, по графику не знаю, но мы под раздачу не попали, зато туда попала девочка, которую вы уже видели на экране, Маша Козлова. Она, представляете, летала на параплане. Вот продюсеры сказали «К черту теорию!» Давай все испытывать на себе. И запустили ее в небо. Давайте посмотрим, как все это было. Редакция сказала мне, сегодня ты полетишь на параплане. Давайте посмотрим, как круто это было. Сначала ногу просовывай. Ага. Так. Ножки сюда. Ага. На взлете посадки ноги здесь. Ага. Руками хотя бы одной держимся. Ага. Три метра набрало, отпускаешь, машешь. Вот так буднично проходит подготовка к полету на параплане, который поднимается на 300 метров в высоту. Тебя просто пристегивают, и ты летишь. Ой, с Богом. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну это супер круто, блин. Летайте на парапланах, правда, это офигенно. Не видно, что 300 метров вообще не видно. О-о-о. Да не страшно. Я думала, будет хуже. О, прекрасный чайочек. Продолжу я сюжет. На самом деле, летать на параплане офигенно. Друзья, если вам предлагают, не отказывайтесь. Следующий сюжет будет вполне такой девочковый. Обратите внимание, да, вот в руках у меня букет. Между прочим, это мыло. Да, это мыло. Вот эти цветы, ну, чем-то очень приятным пахнет. Будем считать, что цветочным это ягодами пахнет. А вот есть мыло, ну, которое сами, конечно же, умельцы дома изготавливают, которое, представь себе, может пахнуть селедкой или пивом. Ужасно, отвратительно. Ты б не стал таким образом? Пиво, это вкусно, но не на запах. Вот. А, да, а вот Юлия Жарова сейчас вам расскажет, как открыть у себя на дому мыловаренный заводик. В преддверии ягодного изобилия будем делать клубничку. Стюардесса по имени Саша свое отлетала. Мне бы ей теперь только снится. Любимый муж и трое маленьких деток крепко держат мамочку на земле. А чтобы не скучать в затяжном декрете и твердо стоять на ногах, Александра придумала делать деньги на мыле. Занимаюсь около пяти лет. И в последнее время мне очень понравилась так называемая мыльная флористика. Мне кажется, это очень необычно. И если подойти со вкусом, то есть, как бы, интересно, то это, мне кажется, даже шикарный и достойный подарок, который никогда не испортится. Сегодня Александра участвует в ярмарках и делает большие заказы для фирм к разным праздникам. Открыла ИП и платит налоги. В планах своя букетная мастерская. В Красноярске достаточно магазинов для мыловаров. С сырьем проблем нет. Главное в этом деле чувство вкуса и креатив. Это могут быть наборы мужские, то есть разнообразные. То есть, может быть, представлен один вид, это пивная кружка. То есть, если ее почувствовать аромат, то она пахнет пивом. Еще для сильного пола на подарке хорошо идет сушеная вобла из мыла. Не отличишь от настоящей рыбы. Пахнет мужским парфюмом. Дети в восторге от мыльных зверушек. Девушкам нравятся ароматные ягоды и цветы. Анимоны, ирисы, тюльпаны. Александра постоянно ищет новые силиконовые формы для отливки мыла. А теперь журналист меняет профессию. Я стану мыловаром. Под чутким руководством Александры буду делать цветочек пион. Итак, кладу мыльную матовую основу. И в микроволновку. Секунд на 30. Теперь пару капель красителя. Аромат нероли и жасмина. 10-20 капель. Немножко магии. Не верится, что это делаю сама. Все. Теперь нужно будет застыть. Буквально минут 30. 30 минут, и цветочек будет готов. Увидите, какая получилась красота. Ой, как красиво. Это я сама сделала. Спасибо большое, Александра, за мастер-класс. И вы можете повторить такой же. Это очень легко и увлекательно. Классно. Я мыловат. Вообще, Юль, спасибо большое за этот сюжет. Но хочу сказать вот что. Мыло хендмейт прекрасно. Но мужчины, дарите нам настоящие цветы, пожалуйста. Не мыльные. Хорошо. Хорошо, Леночка. Я понял. Ну а наши полчаса промчались, как скоростной поезд. Выходные точно будут теплыми. Мы это знаем. Но это был телекафе Good News. Телекафе Good News закрывает свою работу буквально на сегодня. А мы увидимся с вами в следующую пятницу. И короткий анонс. Будем говорить о еде и о летней кухне. Хороших вам выходных. Пока-пока.